Петр Евгеньевич, прошу вас рассказать нам все-таки о том, как же остановить развитие поздних осложнений с позиции офтальмолога. Что можно сделать при сахарном диабете? Добрый день, уважаемые коллеги, еще раз. Кстати, мне очень приятно, что у нас, как людей в зале, все больше и больше. Я надеюсь, что зал к окончанию нашего семинара будет просто забит. Мне бы хотелось сказать о том, что вот в этом году нам исполняется 20 лет Санкт-Петербургского территориального диабет-центра. Мы прошли достаточно большой период, и в первую очередь, когда мы начинали свою работу, мы занимались только клинически значимыми изменениями. Мы пытались спасти зрение нашим пациентам. Мы не занимались профилактикой, нам было не до этого, потому что это был обвал, когда создавались структуры вот этих очень тяжелых пациентов. Но постепенно мы пришли к пониманию того, что лучше предотвращать эти заболевания, эти состояния, чем потом лечить. Собственно, о чем я и хочу сказать сегодня. Как влияет зрение на жизнь больного с сахарным диабетом? В основном мы говорим сегодня о втором типе диабета. Но подумайте, если можно на сегодняшний день говорить о компенсации диабета второго типа у пациента со сниженной физической активностью, это невозможно. Потому что мы понимаем, что это один из основных способов, ну кроме медикаментозных, борьбы с инсулинорезистентом, с физической активностью. Трудности в выполнении ежедневных функций. Пациенты, которые пытаются разобраться в препаратах, которые должны контролировать уровень сахара, которые должны вводить в себе инсулины. Хотя сейчас, конечно, технически, так сказать, эти возможности частично решены. Но, тем не менее, это очень большая проблема. Риск повыеждения и травм. У пациента снижена чувствительность, у него плохое или отсутствует вообще зрение. Конечно, риск травм значительно повышается, это прямая дорога в ампутацию. Ну, про психологическое состояние пациента я вообще не говорю, потому что мы прекрасно понимаем, что диабет само по себе, так сказать, заболевание, как хроническое, тяжелое, вызывает депрессивное состояние. А потеря зрения для наших пациентов, это абсолютно для них неприемлемая психологическая вещь. Пациенты спокойнее выбирают, ну, относительно, конечно, спокойнее, но выбирают ампутацию конечности, чем потерю зрения. Это данные очень многих опросов. Примерно половина всех пациентов будут иметь какую-либо стадию ретинопатии, а вот эти два сектора – это препролиферативная и пролиферативная ретинопатия. Это примерно 20% от всех больных диабетом. Это огромная часть пациентов с тяжелыми формами, которые, если вовремя не будет пролечено, а основной способ на сегодняшний день – это лазер-коагуляция, они могут просто ослепнуть, они могут потерять зрение. Почему пациенты не приходят к нам? Потому что острота зрения не является тем критериям, по которым можно оценить тяжесть процесса. Пациенты очень длительно могут сохранять высокую остроту зрения даже при очень запущенных состояниях. За счет этого отверстия в проратинальной геморрагии огромный пациент видит 80%, у него 80% сохраненного зрения. И мы, конечно, должны понимать, что без внедрения скрининговых программ, вот именно там мы должны выявлять на раннем уровне ретинопатию, на самых начальных ее проявлениях и там назначать наши профилактические действия. Подчеркну, что скрининг диабетический является самой экономически выгодной процедурой из всех медицинских скринингов. Когда мы говорим о налаживании взаимодействия, об офтальмологической помощи, хотя на самом деле это касается любых вариантов введения этих пациентов. Смотрите, первое – это четкое взаимодействие врачей, в первую очередь офтальмологов-эндокринологов, потому что основное – это своевременное попадание больного к офтальмологу. А инициировать это направление должен, конечно, эндокринолог. Если мы говорим о слабых точках наших взаимодействий, направление больного, я уже об этом сказал, совместное решение о скорости снижения уровня гликемии. Мы потом будем разбирать уже в примерах эти состояния. Такого количества транзиторных ретинопатий, как в нашей стране, нет нигде в мире. Очень интенсивное и очень быстрое снижение, даже тогда, когда это не очень оправдано. Совместное принятие решения о целевых значениях артериального давления. Мы говорим, что у нас 90% пациентов – это пациенты с диабетом второго типа. Многие из них уже имеют глоукому. И именно в этой ситуации наступает очень значительное прочеворечие с точки взглядов офтальмолога и эндокринолога. Эндокринолога будет стремиться снизить перфузию, зная, что она может привести к развитию поздних осложнений. Но сниженное перфузионное давление – это функциональная, по крайней мере, гибель глазного яблока при наличии первичной открытой угольной гаукомы. Ну и индивидуальные подходы к ведению перед оперативным лечением. К сожалению, часто мы сталкиваемся с тем, что эндокринологи не допускают больного на операционный стол, требуя очень жестких показателей гликированного гемоглобина, что, к сожалению, потом приводит к тому, что мы выпускаем время, и уже наша хирургия будет неэффективна. Вот пример влияния артериального давления на состояние сейчас, на функции зрительного нерва. Пациент, вот такое артериальное давление, пациента первичная открытоугольная гаукома. Он приходит с повышенным внутриглазным давлением, назначается терапия, давление снижается. Мы видим явное улучшение, но недостаточно для левого глаза. Мы еще добавляем следующий препарат, снижаем значительно, и, в общем, мы видим явную положительную динамику со стороны поля зрения. Все нормально, но дальше пациенту резко снижают артериальное давление. И даже при вполне приемлемых цифрах внутриглазного давления, это приводит к значительному снижению перфузионного давления в сосудах сетчатки. И мы видим, как отреагировал глаз. Мы видим моментально, что наступила значительная прогрессия гаукомного процесса. Дальше мы вынуждены снижать внутриглазное давление еще сильнее, и при этом все-таки стараться как-то разобраться в ведении пациента с точки зрения общего артериального давления. Когда мы приходим к некому равновесию, мы видим, что наступает опять этап некой положительной динамики. Хотя, к сожалению, даже при вот этой ситуации, когда все уравновесилось, мы уже не вернулись к тому, чего достигли на первом этапе. Сниженное перфузионное давление – это плохо для пациента с гаукомным процессом. И поэтому, наверное, каждого пациента в этой ситуации надо обсуждать, если этот пациент страдает еще и сахарным диабетом. Таких пациентов достаточно много. Что мы уже и говорили сегодня, и, наверное, мы говорим каждый раз об этом, что, конечно, основное – это компенсация сахарного диабета. Без этого мы не можем надеяться на стабильное функционирование органов зрения у наших пациентов. Когда мы говорим о компенсации, мы бесспорно говорим о всех трех параметрах компенсации, но когда мы говорим уже о профилактике диабетических изменений, мы говорим о единственном на сегодняшний день препарате, потому что у нас в офтальмологической практике больше нет таких препаратов, ну и в общей терапевтической, которые доказанно снижают, значительно снижают риски развития клинически значимых форм диабетической айтинопатии. Именно той айтинопатии, которая приводит к слепоте. Подчеркну, что в этой ситуации фенофибрат уже выходит за рамки коррекции дизлепидемии, и именно поэтому в МИИ начались регистрации вторых показаний. Исследования ДСЗТ снизили на 2% уровень гликированного гемоглобина и бесспорно получили хороший ответ со стороны органа зрения. Это первый тип диабета, исследования вам известны. Исследования Юкипедия, второй тип диабета, тоже снижение уровня гликированного гемоглобина бесспорно приведет к улучшению состояния органа зрения, состояния сетчатки. О чем только мы должны помнить, вот об этой неприятной ситуации, транзиторной айтинопатии, которая может вообще приводить к серьезным последствиям со стороны органа зрения, но вообще интенсивное снижение сахаров, часто неоправданное, может и приводить и к другим очень серьезным последствиям, не только со стороны именно сетчатки. Но давайте разберемся с сетчаткой. А можно еще свет погасить, как-то уменьшить? Вот пациентка, которая, планируя беременность, резко снизила сахара. И разница между вот этими снимками всего в один месяц. То есть мы видим, насколько интенсивное снижение уровня гликемии может ухудшить ситуацию на глазном дне. Другой пример. Пациентка попадает в эндокринный стационар. Ей резко снижают уровень гликемии. У ней ухудшается зрение. Вызывают консультанта. И видя вот такие изменения зрительных нервов, выстояние зрительных нервов, отек даже достигает центральных отделов сетчатки, что приводит к снижению зрения, пациентке ставят самый неприятный диагноз. Застойные диски зрительных нервов. Пациентка начинает обследовать, ничего не находят. Но понятно, что это не добавляет положительных эмоций пациентке, потому что все имя, она понимает, что что-то происходит. И много ей, к сожалению, не говорят, ничего не объясняют. А это достаточно редкое состояние. Это изолированный диабетический попелит. Как изолированный вариант нейропатии, связанный с резким снижением сахаров. Та же самая пациентка через 2 месяца и та же самая пациентка через 5 месяцев. Мы видим нормальное глазное дно. Обратите внимание, что у этой пациентки нет даже диабетической этинопатии. У ней только проявление нейропатии было. Оно было транзиторным, но тем не менее привело к достаточно значительным нервам, состояниям пациентки, но и, собственно, у врачей. Другой пример. Пациентка с диабетом 1 типа, 38 лет, работает в салоне красоты. Она следит за собой. По всей линии, там еще есть определенные требования к персоналу в этом салоне. Она начинает набирать вес, это ее беспокоит. Она начинает заниматься своим весом, что приводит к резким перепадам уровня гликемии. Причем некоторые состояния протекают по типу тяжелой гипогликемии, она попадает даже в стационар. Когда она приходит к нам, проходит примерно 4-5 месяцев, она пытается это стабилизировать, потом все как-то приходит в норму, устаканивается, она приходит к нам с жалобами на правый глаз. Она говорит, что ей сложно цвета, причем даже не цветовая гамма, а именно интенсивность, вот именно свето-распределение, светочувствительность. Хотя, казалось бы, мы должны предъявлять претензии, она должна предъявлять претензии к левому глазу. Делаем ангиограмму. Если мы посмотрим на стандартные фазы ангиограммы, которые нас интересуют с точки зрения макулярного отека, то мы ничего не увидим здесь, такого, чтобы показало нам путь, в который диагностически мы должны действовать. А теперь смотрите ранние фазы. Тут нет хаидального кровотока. Массивное ишемическое состояние. Пациентки делают сначала дуплексное сканирование, потом делают ангиографию. У пациентки полная окклюзия, тромбоз, по всей видимости, произошел полный внутренний сонный артерий. Там нет кровотока. Но ретроградно все кровоснабжается через коллатеральные сосуды, и пациентка полностью скомпенсирована. То есть у нее нет никаких других жалоб, кроме жалоб на состояние неправильного света восприятия. Возможно, мы не можем это полностью утверждать, но мы знали эту пациентку, мы до этого делали несколько раз ангиографию, и это было совершенно нормальное глазное дно. И мы видим, насколько, так сказать, возможно, вот в этот период перепадов сахаров произошла такая сосудистая катастрофа. Исследование ФИЛД, как уже говорилось, показало нам, что фенофибрат может значительно снизить риски прогрессирования. Причем, что очень важно, уменьшилось количество пациентов, которые нуждались в лазер-коагуляции. Это очень важно, потому что мы прекрасно понимаем, что лазер-коагуляция – это инвазивная методика, существенно вмешивающаяся в анатомию и функции органа зрения. И данные АКОРД-АЙ подтвердили данные, полученные в исследовании ФИЛД. Также было показано снижение прогрессирования этинопатии под воздействием фенофибрата. Как действует фенофибрат? Татьяна Юлиевна уже об этом говорила. По сути дела, что для нас очень важно, что фенофибрат может воздействовать практически на все основные, звенья патогенеза диабетической этинопатии. Макулярный отек течет по принципу неспецифического хронического воспаления. Фенофибрат подавляет провоспалительные цитокины. Второе, самое неприятное состояние, которое нас интересует, когда мы говорим о диабетическом поражении сетчатки – невоскулиризация. Фенофибрат в первую очередь через блокаду VGFR-2 рецепторов, через активацию естественных блокаторов ангиогенеза может влиять на ангиогенез. В какой-то степени через VGFR непосредственно, хотя здесь не все, только уже на поздних стадиях, потому что на ранних стадиях, наоборот, происходит увеличение экспрессии VGFR, что позволяет бороться с гибелью эндотелиальных клеток. Но что очень важно, фенофибрат регулирует синтез оксида азота. С одной стороны, через эндотелиальную носинтазу он увеличивает его экспрессию, но в условиях стресса, в условиях гипергликемии, очень основное количество оксида азота поступает через индуцированную носинтазу, а ее фенофибрат подавляет. Почему для нас это важно с точки зрения сетчатки? Потому что, чтобы начался патологический ангиогенный ответ, надо разрушить контакты между эндотелиальными клетками. А оксид азота является основным игроком в этом поле. Итак, лечение диабетических поражений сетчатки. Лазерная коагуляция, ингибетрангиогенеза, кортикостероиды, витриальная хирургия. Эти способы, еще раз подчеркну, очень инвазивны и часто очень дорогостоящие. Лазерная коагуляция позволяет сохранить зрение как при макулярном отеке, так и при пролиферативной этинопатии. Ну вот мы видим вариант, когда пациентки выполнили панетинальную коагуляцию, что привело к уходу ишемии и даже восстановлению целостности сосуда. Ушла сосудистая петля, ушли сосудистые, так четкообразные изменения вену. О чем это говорит? О том, что мы справились с критической ишемией. Но согласитесь, что это грубое вмешательство в анатомию функции глаза. Мы ухудшили поле зрения, мы снизили темновую адаптацию. Интравитериальные инъекции. Мы можем применять их в комбинации, что в основном и делаем. Вот здесь есть макулярный отек, есть новообразованные сосуды, есть паротенальное кровозлияние. Сделали велиинги битрангиогенеза, сделали лазер-коагуляцию в центре и сделали панетинальную коагуляцию. Да, мы достигли успеха, но обратите внимание, тут есть и запустевание собственных сосудов сетчатки, что является побочным эффектом многих наших вмешательств. Витроктомия. Тоже очень хороший способ, но, к сожалению, это тоже хирургия высокого риска. И что мы должны помнить главное? Сегодняшний день неинвазивных способов нет. Посмотрите, это лазер-коагуляция панетинальная, а это поле зрения этого пациента. Чтобы было понятно, я понимаю, что вы не специалисты, вы эндокринологи, но сетчатка функционирует нормально только там, где есть зеленый цвет. Все остальное – это ненормальное функционирование сетчатки, где черная, там сетчатка вообще не функционирует. Какие выводы мы можем сделать? У нас есть лазер-коагуляция сетчатки, есть витроктомия, но эти способы обладают серьезными, инвазивными, серьезными побочными эффектами. У нас есть ингибитор ангиогенеза кортикостероиды. Это тоже инвазивно, это тоже дорого, и это тоже побочные эффекты, иногда очень серьезные, которые сводят на нет наши успехи. Мы должны компенсировать диабет, другого варианта здесь нет. И еще раз подчеркну, у нас появляется препарат, в практике который обладает очень хорошей эффективностью в плане профилактики развития клинических значимых форм диабетической айтинопатии. Это фенофибрат. И все это входит в стандарт лечения диабетической айтинопатии макулярного отека, который утвержден в нашей стране. Спасибо за внимание.